Филипп Михайлович, ну мне всегда интересно разговаривать с корреспондентами и журналистами. Я бы сказал так, в последнее время ваши коллеги в версии Саратов, вот они как-то однополярно рассказывают о работе Саратовского благотворяпсоюза. Они как-то по-своему интерпретируют судебные заседания и вот интервью взятые моих коллег. Поэтому вот есть, может быть, необоснованные, но подозрения в этом плане. Поэтому, ну что, предложение интересное. Я безусловно готов ответить на интересующие вас вопросы, но вот если вы сможете предложить нам площадку с аудио-видеозаписью, то мы бы готовы были встретиться и рассказать о наших непростых проблемах. Вам, журналистам из версии Саратов, ну в общем всем тем, кому не безразличен судбал был Потребсоюз в связи с этими публикациями. Вот такое наше предложение. Если оно вас заинтересует, мы готовы, так сказать, поучаствовать в беседе. Олег Олегович, а вы раньше делали такие предложения, версии? То есть, были ли ваши, ну как бы, пытались ли вы выйти с ними на контакт? Выразить свою позицию по тем вопросам, которые они обсуждают? Вы знаете, раньше, да есть даже в статье в одной, где мы предлагали журналисту Буценко поучаствовать в общем собрании Саратовского облпотребсоюза, где, в общем-то, и принимались все эти решения, и принимались до сих пор. У нас коллегиальная система. Поэтому, ну, ответ мы не получили.